Добрый день дорогие мои зрители, слушатели и я думаю ученицы. Сегодня речь у нас пойдет о очень интересном вопросе и моменте, как откорректировать нашу фигурку, как посадить идеально платьице, если у нее имеется так называемый выступ ягодиц. Я думаю не надо вам всем рассказывать, что это такое. Если вы поставите свою фигурку между двумя вертикальными линиями, посмотрите на нее сбоку, то сзади вот в этом вот месте у вас будет слабина. То есть в области лопаточек у вас будет пустота. И чтобы забрать эту пустоту по спинке, вам нужно будет ввести вот такие полурельефы. Подробно об этом я вам рассказывала уже в своем плейлисте довольно давно. По-моему, года почти три назад прошло, когда я вот это все рассказывала. Ссылочка на этот плейлист у вас будет. Еще более подробно в моих книгах, а еще более подробно, крупно, красиво и так далее, в видео книги, которая называется «Создаем вашу идеальную выкройку». Там этот вопрос освещен самым наилучшим образом. Но эта книга будет у меня продаваться. То есть она никогда не будет, видеокнига, там 35 видео. Она не будет никогда выложена сюда на YouTube в бесплатном доступе. Но как иллюстрация к моим печатным книгам, изданиям, это будет просто великолепно. Если вам мало печатной книги, если вам хочется посмотреть, как это все выполняется руками в масштабе один к одному, а не на вот этих маленьких листочках, крупно, понятно, наглядно, с мельчайшими комментариями, подробностями, пожалуйста, обращайтесь ко мне за приобретением этой книги. А мы продолжаем. Да, еще один момент. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы продвигать его, чтобы помогать каналу, потому что дела наши идут как-то не очень весело. Итак, у нас выступ ягодиц. Мы, как всегда, начинаем с технического задания, рисуем технический эскиз, полочка может быть любой. А вот здесь у нас написаны мерки, вот это выбраны прибавки, и вот так нарисована спинка. Итак, нас сегодня интересует спинка. Спинка выглядит в этом случае вот таким образом. Мы строим там полурельеф, вот такой вот, да, который позволяет забрать ткань. Мое наблюдение, что ли, или мое открытие, если хотите, заключается в том, что когда вы забираете лишнюю ткань по спинке, ягодички же вытолкнут у нас спинку, у вас изменяется ширина спинки. И чтобы это компенсировать, пройму нужно подвинуть влево на ту величину, на которую вы как раз и убираете вот эту самую лишнюю ткань. У меня это 2 сантиметра. Практика и жизнь моя, и мой опыт показала, что больше делать не нужно. Просто запомните цифру 2. Строите вот такие полурельефчики, но для того, чтобы у вас не уменьшилась ширина спины, вы проймочку тоже двигаете на эти 2 сантиметра в сторону передней половинки. И так у вас получилась вот такая вот картинка на спинке. Но вы не хотите, чтобы там были вот просто такие полурельефы. Самый простой пример, когда вы эти полурельефы превратите в рельефы. То есть вот на этой вот продолжите на выкройке, вот сюда продолжите вот эту линию. Давайте посмотрим на этом варианте. Я вам перевела. Вы рисуете вот эту рельефную линию, разрезаете по ней выкройку до конца, и ваши полурельефы превращаются в привычные вам рельефы, которые выходят из плечевого шва. Что тоже имеет место быть. Это все понятно, и это все оправдано. И это вы делаете без моей помощи. Но не всегда нам хочется и рельефы, и полурельефы. И наступает третий этап в создании одежды, который называется моделированием. Вот это базовая конструкция, это второй этап создания одежды. А вот это тот результат, который мы хотим, допустим, получить после моделирования. И я предлагаю вам разные варианты. Первый, второй, третий, четвертый. Давайте начнем с самого простого. Вернее, с самого простого. С помощью рельефчиков я вам уже показала. А теперь чуть-чуть труднее. Посмотрите. Вы не хотите, чтобы у вас сзади были вот эти полурельефы. Вы хотите, чтобы сзади были плечевые выточки, допустим, вот здесь. И талиевые выточки вот здесь остались. Для того, чтобы это было выполнимо на этапе моделирования, нужно сделать отрезную линию талии. И сейчас вот эту первую модель мы с вами выполним. Итак, сегодня модель номер один. Спинка, полочка может быть любой, а спинка будет выглядеть следующим образом. Так. Давайте усложним задачу. Я люблю, когда у нас выточки, плечевые выточки уходят в горловинку. Мы отрезаем вот так вот спинку и сохраняются талиевые выточки на лифе и сохраняются талиевые выточки на юбочке. То есть у нас будет вот такой технический эскиз. Что нам для этого нужно сделать? Посмотрите. Вот перед нами базовая конструкция спинки, у которой есть выступ ягодиц. Нам нужно сделать отрезную линию талии. Разрезали талию. Давайте вырежем нашу большую глубокую выточку. Убрали. И вот что у нас получилось. С юбочкой, в принципе, делать больше ничего не нужно. Она у нас будет выглядеть примерно как-то так. Для того, чтобы она была выполнима достаточно корректно у вас на ткани, я сейчас покажу, как нужно обвести на ткани. То есть, как вы всегда поступаете, когда вы работаете уже с тканью. Вы делаете какие-то лекала из бумаги, а потом их аккуратненько обводите. Так вот, посмотрите, что здесь нужно добавить. Понятно, что нужно обвести вот так. И добавив сюда припуски. Понятно, что нужно обвести вот так. И добавив сюда припуски. Здесь обводить не будем, потому что в данном случае у нас нет среднего шва по спинке. А вот с талии, посмотрите, как нужно поступить. Нужно немножечко приподнять вот эту линию талии на наши любимые полтора сантиметра. И оформить вот здесь прямой угол. То есть, вот тогда у вас будет соединение достаточно корректным. То есть, вот так вы будете рисовать на ткани. Ну и про припуски. Понятно, что над выточками вы добавите лишнюю ткань. Это у нас нарисована выкройка без припусков. И здесь у нас сгиб в данном случае. Пока так мы захотели, например, с вами. Что происходит с верхней частью нашей спинки? Здесь имеется вот тот самый полурельеф. Мы его просто-напросто закладываем обратно. То есть, вот так складываете свою выкройку по одной стороне своего полурельефчика. Помните, 2 сантиметра лишняя ткань. И поэтому мы эти 2 сантиметра аккуратненько складываем. Вот так. Вот мы что с вами проделали. То есть, мы закрыли, сложили снова, схлопнули, говорят, вот эти 2 сантиметра. И у вас спинка снова стала узенькой. Снова стала такой, которая была первоначально. Вырезаем. Что у нас осталось? У нас осталась вот эта талиевая выточка, которая была у нас изначально. Вот она. Так мы ее вырезаем. И осталась у нас вот эта плечевая выточка. А я не хочу ее оставлять здесь. Поэтому я возьму и из вершины этой выточки опущу перпендикуляр на горловинку. И тогда сделаю вот такую картинку. Раз. Так. И уже потом закрою вот эту выточку. Закрою вот эту выточку. И она откроется у меня сюда. Вот так, в таком виде, я должна приклеить свою выкройку на бумагу. И показать вам, что получилось для корректности. Сейчас я постараюсь это сделать. Высох у меня совершенно клей. Не знаю, позволит он мне это сделать или нет. Но как-то вот попробую хоть немножко. Так, с этой стороны. Вот так, с этой стороны. И закроем вот эту выточку. Запачкаем ей с этой стороны. Ну да. Как-то немножко получилось. Что у нас обводится после этого? После этого на ткани я обведу плечевой шурчик. Вот так вот корректно. Так. Затем сюда. Затем я обведу на ткани вот эту выточку. И вот так. Затем я на ткани обведу пройму. Обращаю внимание, что вот здесь у нас прямой уголок. И поэтому здесь я ничего корректировать не буду. То есть, если бы его не было, я бы тоже его подкорректировала. И вот такую талиевую выточку. Ну вот, собственно говоря, и все. Самое простое решение. Когда вы соедините талию по линии талии лиф и юбку, у вас вот эти выточки совпадут. Но вы сейчас конкретно видите, что выточка, раствор выточки на спинке, на юбочке очень глубокий. Это 6 сантиметров. А раствор выточки на лифе как раз тот, который был у нас первоначально расчетным. Вот такой вот вариант. Самый простой, который можно было бы здесь использовать. Можно, конечно, вот эту выточку разбить на две выточки маленьких. Если ткани у вас сухие, она лежать будет лучше. Но если ткани у вас нормальные, какие-то пластичные, похожие на трикотаж, то этого можно и не делать. Будет лежать все достаточно. Значит, если вы хотите разбить это на две вот такие выточки, я думаю, что вам не составит это труда. Вот здесь построить, просто не хочется здесь сейчас черкать, построить две выточки, разбив их на две по три, чем одну большую по шесть. Если вы хотите добавить, вот посмотрите, четвертая модель, например, у нас. Четвертая модель, она содержит две выточки. И она также содержит у нас средний шов по спинке. Давайте посмотрим, как оформить средний шов по спинке. Когда вы вводите средний шов по спинке, вы всегда старайтесь часть большого раствора на грудной выточке, а именно полтора сантиметра, забрать в этот самый средний шов. И вот посмотрите, как бы я уже сделала. Видите, вот это полтора сантиметра. И это, соответственно, полтора сантиметра. И, как вы помните, я люблю оформлять с маленьким отведением средний шов по спинке, если у меня есть шлица. В данном случае она у меня есть, поэтому я добавляю по низу где-то 0,7 сантиметрика, может быть, полсантиметра. И оформлю вот так. Добавим сюда припуск на обработку шлицы. Конечно, примерно вот такой. И это то, что я буду делать на ткани. Вот это то, что я буду делать на ткани. Так, так. Вот так нарисуем, вот так. Потому что я его отрезать буду потом, попозже. Две выточки. Две выточки. Как они у нас будут располагаться? Допустим, одна выточка. Так как я полтора сантиметра забрала, у меня четыре с половиной сантиметра осталось. Четыре с половиной это уже будет приличная такая выточка, небольшая. Но если вы ее хотите разделить, тогда, допустим, два сантиметра вы делаете выточку здесь. Этой выточки у вас уже нет. И два с половиной сантиметра вы делаете выточку, скажем, вот здесь. Вот такая выточка и вот такая выточка. И вот такие домики вы сделаете на ткани. Вот так у вас перестроится нижняя часть в соответствии вот с этим. Ну а верх останется таким, какой он есть. Единственное, что я сделаю, эту выточку надо тоже уменьшить на полтора сантиметра. И, как вы знаете, я ее люблю сдвигать немножко в сторону бокового шва. То есть она станет поуже и будет сдвинута у меня вот сюда. Вот так будет оформляться у меня это изделие, эта спинка, если есть отрезная талия. И если есть, и скорее всего, что вот эту выточку я подвину вот как-то так, чтобы они у меня соединялись. Вот примерно такое будет у нас решение. Гораздо более сложное решение этого вопроса, Если мы хотим сделать вот такую спинку. Если мы хотим такую спинку сделать, то давайте ее нарисуем немножко иначе пока, чтобы вам было понятно. Значит, смотрите. Эта спинка будет выглядеть следующим образом. Пусть остается плечевая выточка, скажем, здесь. Я думаю, вам понятно, как ее переносить туда. И вместо вот этих полурельефов я хочу сделать вот такие вот полурельефы, которые будут выходить у нас из проймы. Это любимая вами модель. Она часто используется, применяется. Вот такие вот полурельефчики, которые выходят у нас из проймы. Вот такая будет у нас выкройка. Для этого мы снова берем с вами вот такую вот заготовку. Для того, чтобы выполнить эту историю, мы не можем провести сейчас вот эту вот фасонную линию, не можем провести несущую сторону рельефа, потому что она проходит через открытую нашу вот такую вот выточку. Большую еще какую-то своеобразную выточку. И чтобы это было выполнимо, посмотрите, что вам нужно сделать. Вам нужно сделать дополнительный разрез. Вот такой я делаю разрез по талии. Потом я от него избавлюсь. Вырезаю нижнюю выточку, потому что она у нас сохраняется. А верхнюю лишнюю ткань я опять складываю, то есть схлопываю, принято говорить так, да? То есть я убираю вот эту лишнюю ткань после того, как сделала такой разрез на талии. И заложила снова вот таким вот образом вот эти наши сантиметры. Вот эти наши лишние 2 сантиметра. Посмотрите. Все, их больше нет, этих 2 сантиметров. То есть мы как бы схлопнули. Но сейчас я уже могу при закрытой выточке оформить вот эту вот линию свою. Несущая сторона моего рельефчика будет выглядеть вот так. Эта вершинка оказалась где-то сбоку. Значит, я ее перевожу на этот же уровень, на свой рельефчик, да? И отодвигаю как бы вершинку. И у меня получается вот такая. И растворы выточки сохраняются. Она просто немножко наклонилась. Посмотрите, как это будет выглядеть. Это будет выглядеть вот так, вот так, вот так, вот так. Я ухожу вот сюда. Это несущая сторона рельефчика. И дальше выточка у меня будет выглядеть вот так. Эту выточку я должна убрать. Поставлю контрольные точки, чтобы в этом месте у меня не было никакого движения. И разрезаю по следующим. И разрезаю по несущей стороне своего рельефа. Центральная часть готова. И вырезаем вот эту выточку, чтобы учесть линию талии. И снова возвращаемся назад. Вот такая картинка у нас получилась. Давайте попробуем сейчас это все отнимножечко. Да, еще нужно вырезать вот эту выточку. Она у нас остается в данном случае вот такой, какая она была. Мы ее вырезали. И получилось у нас после всего всех наших манипуляций. Вот такая картинка, которую, я думаю, выполнить вам уже не составит никакого труда. Вот так это будет выглядеть. Не будем мучить наш клей. Надо идти в магазин, покупать другой. Посмотрите, что у нас получилось в результате. То есть и вот сейчас вы уже достаточно легко, видите, здесь есть припуски, можно по ним разрезать будет. И ваша выкройка, ваши полуреевчики, они наклонились у нас в сторону проймы. И выглядит достаточно симпатично. Ну а плечевая выточка останется жить в том месте, в каком она у нас была. Если вы опять же хотите сделать еще и средний шов по спинке, то, соответственно, полтора сантиметра забирайте в средний шов и переоформляйте его вот таким предыдущим, как в предыдущем случае, до бедер. Вы ведете так, потом от бедер с отведением немножко вниз. Добавляете сюда припуск. И, соответственно, на эти полтора сантиметра вы уменьшаете раствор вот этой выточки после этого. То есть, потому что вы выточки как бы перераспределяете. У вас будет вот такая картинка. И ваше изделие по спинке будет выглядеть замечательно. Так что выбирайте все, что вам хочется и нравится. Время наше уже достаточно много. Третий вариант, я думаю, вы тоже сможете сделать самостоятельно. Итак, всего вам доброго. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всегда ваша Галина Коломейко.